В сегодняшнем обзоре мы рассматриваем ситуацию с производственной активностью в крупных азиатских экономиях, так как сегодня появились данные за март, которые показали, что производственная активность в ряде азиатских стран перешла в зону сжатия, и только производственный сектор Китая неожиданно отличился. Данные по Китаю появились во вторник и показали, что производственная активность в стране, индекс производственной активности в Китае вырос до отметки 52 пункта, что выше разделительной черты, которая разделяет зону сжатия и зону экспансии активности в 50 пунктов. Некоторые финансовые задания сегодня связали мини-депрессию на фондовых рынках азиатских и европейских как раз-таки с разочарованием, с тем негативным сюрпризом, который преподнесли у нас азиатские экономики, точнее их индексы активности, которые здесь видно, что все в тандеме брушились, кроме Китая, который наоборот вырос. Это хорошая попытка объяснения, но я думаю, что ситуация в производстве в этих азиатских экономиках, она изменение, точнее, в этой ситуации, и так было понятно, к чему все движется. Кроме падения внешнего спроса для ориентированных на западных потребителей азиатских экономик, производственная активность также подобила грубое, но, как представляется, эффективное вмешательство правительств в виде объявления национального карантина. Другими словами, ко времени релиза, во время выпуска этих данных, индексов производственной активности, эта информация, она уже должна была учтена в ценах, то есть рынок не должна был удивить то, что индексы производственной активности в азиатских экономиках, они все ушли, будем так говорить, в зону, перешли в зону сжатия. Гораздо интереснее сейчас проанализировать другое предположение, которое можно сделать, наблюдая, изучая этот график, изучая эти временные ряды, и предположение такое, повторят ли азиатские экономики вот такой вот V-образный паттерн, который наблюдается у Китая, вот этот отскок в производственной активности, который произошел в Китае в марте, смогут ли это скопировать другие азиатские экономики, и будет ли это способствовать появлению волны, будем так говорить, уверенности, оптимизма по поводу того, что производственная активность может быстро восстановиться после карантина, и значение карантина можно таким образом принизить, на примере того, как произошло изменение производственной активности Китая после ослабления карантина. Чтобы ответить на этот вопрос, чтобы сделать какой-то вывод по данному предположению, нужно изучить природу и значение вот этого V-образного паттерна в данных по индексу производственной активности в Китае. Во-первых, нужно иметь в виду, что более ранний вот этот провал индекс производственной активности в Китае еще в феврале, когда можно видеть, что индексы производственной активности у других азиатских экономик, они еще пока оставались относительно стабильными. Это есть следствие того, что карантин в Китае ввели раньше, то есть следствие такого простого факта. Именно поэтому, да, образовался этот флаг в динамике, который мы наблюдаем, то есть в марте Китай уже начал ослаблять карантин, и поэтому здесь получился вот такой отскок. А в то же время в начале марта, в первой плане марта, азиатские экономики, как раз-таки другие азиатские экономики, они только начали, по сути, вводить карантин, вводить ограничительные меры, и за этим, как мы видим, последовало снижение в индексе. А во-вторых, что нужно иметь в виду, это то, что индекс производственной активности относится к сравнительной статистике, то есть эти значения, которые мы наблюдаем, они не характеризуют абсолютный уровень активности, а лишь позволяют нам понять динамику того, что происходит, именно динамику. Но в случае резких колебаний, эти значения по отдельности, они не информативны. Я сейчас это объясню, в чем заключается эта неинформативность. Когда индекс производственной активности в Китае будет рухнуть до 40 пунктов, а затем отскочил до 52, это означает, что компании, фирмы в Китае, они ожидают ситуацию чуть лучше по сравнению с той, которая была в феврале. То есть значение индекса выше 50 пунктов говорит нам об экспансии. Но экспансия – это относительно предыдущего периода. Если в предыдущем периоде ситуация была ужасная, то незначительная экспансия, именно значение индекса в 52 пунктов говорит о том, что ситуация стала чуть лучше. Она немного сдвинулась в положительную сторону по сравнению с февралем. Но это никак не говорит о том, что вот это значение, оно характеризует тот же уровень производственной активности, который наблюдался вот здесь. То есть значение индекса вот здесь характеризует изменения по отношению к значению индекса по состоянию производственной активности именно в этой точке, но никак не в этой. То есть она не соответствует с этим. Поэтому нельзя говорить о том, что производственная активность в Китае в марте она испытала такое V-образное восстановление, насколько активность до того уровня, который предшествовал карантин. Это ложный вывод. И поэтому в интерпретации последующих данных по индексам производственной активности по другим экономикам, когда карантин ослабит и эти индексы перейдут в рост, нельзя говорить, что это картина восстановления производственной активности в этих экономиках, резкое изменение производственной активности, выставления до уровня предшествующего карантина. Всего лишь нужно понимать, что это изменение характеризует лишь незначительное улучшение ситуации с предыдущим периодом. На сегодня у меня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в пятницу. Спасибо.